всем доброго дня вы с вами наконец-то собрались после перерыва да видимо перерыв нам очень сильно подкосил от нас все тут очень много людей но я надеюсь это семинару хотя бы подправиться значит прошлый раз мы с вами рассматривали такое начали рассматривать такое понятие как таблицы символов и мы с вами научились строить вот такие вот интересные объекты как таблица скопов наших переменах то есть мы с вами сказали что неплохо было бы для каждого объекта в нашей семантической таблице научиться определять его тип то есть у нас с вами не то что типа его семантическую структуру то есть когда мы с вами встречаем допустим идентификатор под названием скоп экзампл хотелось бы сказать что этот скоп экзампл это будет именно название нашего класс вот то есть что у нас есть несколько скопов значит и дополнительно у нас должна быть таблица символов значит я посмотрел некоторые реализации и в этих реализациях оказалось следующее что в некоторых из них а как раз скоп функции и таблицы символов находится в одной концепции но опять же мы можем сделать не только так мы можем еще сделать иначе ну иначе в том плане что грубо говоря хранить таблицы символов отдельно хранить дерево скопов один значит сразу скажу что у глобального скопа если мы рассматриваем чисто объектно-ориентированный язык такой объявляется у нас java допустим у нас в глобальном скопе могут быть только название классов и вот если мы говорим про другие языки то у нас там могут быть переменные у нас там могут быть функции у нас могут быть класса внутри класса у нас внутри скопа что находится да у нас могут быть либо поля либо метода а внутри скопа определенного метода у нас уже если мы не рассматриваем лям до функции Пока что давайте их выкинем, потому что это интересный момент. У нас с вами будут как раз переменные, которые мы с вами определяем. Возможно, вызовы каких-то других функций. Но, в общем, мы определяем зачастую именно переменные. И внутри текущего скопа может быть еще один скоп, в котором мы с вами определяем объекты. И как раз вот эти скопы иногда называют блоками. И вот смотрите, у нас с вами есть вот такой вот пример. И что мы можем с этим примером сделать? То есть наша цель как раз объявить те переменные, которые у нас имеются. Плюс дополнительно сверху, как ни странно, нам нужно будет определить, а когда эти переменные, каким образом к этим переменным обращаться. И для этого нам полезно понимать следующую вещь. Нам полезно понимать, как эти переменные будут объявляться. Для этого давайте попробуем переписать ту функцию, которая у нас есть. Ну, си-стайлер. Да, почему это важно, переписать функцию си-стайлер? Потому что мы тогда сразу для переменных будем понимать, какой сдвиг от начала стэка у них есть. Относительно фреймпоинтера. А, и так, как этот код будет переписываться? Си-стайлер 89-го года. Итак, как он будет выглядеть? Да. Не-не-не, я говорю чисто про переменные, конечно же. Значит, смотрите, у нас наши функции сначала будет объявлено int. int.a, дальше int.x, после этого у нас будет if b больше 0, a равно 5, return b plus a. или else, я темно-код пишу. Ну, вот. Значит, что это нам позволяет сделать? Нам это позволяет сразу объявить следующую вещь. Да, у нас есть int.b. И здесь мы говорим сразу, что вот эта переменная у нас по факту нулевая переменная в нашей функции. То есть она нам передается на стэк. И если мы возьмем с вами фреймпоинтер, то первый элемент во фреймпоинтер это будет переменная b. Дальше, следующая переменная, которая у нас будет, это будет переменная a. И после этого нам нужно будет объявить переменную x. То есть когда мы с вами будем идти в коде, нам надо будет явно отслеживать, когда эта переменная была объявлена. Мы в прошлый раз с вами как раз посмотрели сущность, связанную со структурой объектов. Да, и тут нужно сказать следующее, что если мы с вами будем реализовывать классическую таблицу символов, и будем смотреть именно на скопы переменных, то у нас может возникнуть неприятная ситуация. Я сейчас попытаюсь найти пример как раз, почему нельзя сразу объявлять таблицу скопов и по ней идти. Значит, как раз нам Николай очень сильно в этом помог. Давайте посмотрим на вот такой код. значит, while и равно равно нулю так, int i так вот такой код. значит, давайте фигурные скопки. Что у нас этот код выводит? int i равно нулю, while i равно равно нулю, print i, int i равно единице, print i. да, он выведет бесконечный цикл, но смотрите, если мы с вами попытаемся сразу построить таблицу символов и таблицу скопов, то у нас произойдет следующий эффект. У нас объявляется переменная i, а дальше в скопе номер 0 у нас появится переменная i, тоже еще одна переменная i. то есть у нас появляется глобальный модификатор. И в чем возникает проблема? значит, когда вы будете объявлять вот таблицу скопов, вы говорите, окей, у нас уже с вами есть переменная, которая называется i, то есть мы сразу построили с вами таблицу символов на определенном проходе сканера, визитора. значит, у нас с вами есть переменная i, и дальше говорим, окей, у нас эта переменная i есть, да, вот когда мы заходим вот сюда, смотрим на ее содержимое, да, собственно, главное, чтобы мы не зашли во внутренний скоп в этот момент времени, если мы обращаемся к этой переменной, то все хорошо. вот, если мы не обращаемся к этой переменной, а пытаемся обратиться именно к этой переменной, то возникает проблема, потому что у нас эта переменная уже i становится равна единице, да, по идее, мы ее уже с вами стираем. О, смотрите, вот такой пример. int i равно 0, а вот здесь мы вставляем и равно 5. Да, ну, а на это раз, даже если мы здесь поставим i равно 0, да, то какая проблема у нас возникнет? Мы уже попались, зашли с вами внутренний скоп, мы пытаемся посмотреть на значение переменной i, она, по идее, должна быть объявлена в этом скопе, она у нас объявлена в этом скопе, а значение у нее будет равно единице. То есть мы будем обновлять значение переменной, которая находится не здесь, как это логически должно происходить, а здесь. Да, то есть вот мы будем обновлять значение переменной, которую мы еще не объявили. Вот, и поэтому с этим нужно будет аккуратно обходить, то есть когда мы в прошлый раз посмотрели пример, когда мы на стеке объявляем переменной и их кладем, все нормально. Если мы с вами будем в визуальном хранить таблицу скопов, то дерево, все это в виде дерева, то придется еще хранить идентификатор того, когда эта переменная была добавлена. То есть вам нужно будет заводить, нам надо будет заводить timestamp, который по входному значению, ну, грубо говоря, по индексу будет определять, существует эта переменная еще или нет. Да, потому что у нас, значит, возникнет вот такой вот side-effect, который не хотелось бы рассматривать. Как угодно. Можно хоть юникстайны сделать. Ну, конечно же, да. Ну, какой-то индекс, грубо говоря, в котором мы заводим наш элемент. Да, да, да. Значит, это что касается вот построения таблицы символов. Когда мы с вами уже имеем таблицу символов, нам нужно будет сделать еще несколько визиторов. Дальше у нас можно еще прогнать одну стадию валидации визиторов, которая будет проверять, вообще мы можем вызывать наши объекты или не можем вызывать наши объекты. Вот в чем проблема? Давайте обсудим еще одного кода. У нас тряпок немного осталось. Это, к слову, о том, как нужно будет обходить визиторам эти все штуки. А код такой, образно говоря, вот такое поведение. То есть у нас получается класс фу, а дальше у нас создается объект типа бар, а потом внутри мы вызываем внутри объекта бар объект типа фу. Смотрите, если мы пойдем сразу объявлять таблицу символов, то в чем получается? Мы заходим вот сюда, мы видим с вами, что у нас выполняется конструктор класса бар, а класса бар еще нет, потому что мы не дошли до этого места в программе. Что мы с вами получаем? Нет, нет, это не обязательно в конструкторе, я говорю. Да, то есть смотрите, нам нужно будет, вот тут очень важно сделать следующее, что когда мы будем вызывать визитор для обхода всего этого, нам нужно будет либо сделать два визитора, которые сначала просто построят объекты, которые у нас у методов, а дальше провалидируют их вызовы. Да, то есть что здесь можем вызывать бар и методы бар, здесь можем вызывать фу и методы фу. Либо первый обход, который мы делаем с вами, когда мы делаем визитора, мы находимся с вами в глобальном скулпе, нам нужно будет проверить, сразу записать таблицу классов, что у нас будут конкретные классы, для того, чтобы у нас хотя бы код в первом приближении работал. Вот это понятно, что иногда в визиторах нужно корректно задавать порядок, что нельзя просто внутренне обходить это все дело репурсивным отпуском. Иногда нужно заходить именно внутрь. Хорошо. И теперь давайте обсудим, какие нам визиторы нужны, прежде чем мы с вами перейдем в промежуточные представления. Нам нужно, во-первых, научиться строить таблицу символов, во-вторых, нам нужно будет валидировать эту таблицу символов, в-третьих, нам нужно будет проверить типы, вывести систему типов. Да, потому что будет интересно, если вы напишите код вот такой. int b равно bar. Вызывайте конструктор класса и присваивайте его к int. Ну, можно, да. То есть, как бы, если мы хотим это сделать, нам нужно сделать конвертацию типов. То есть, по факту нам нужно будет посмотреть оператор равно для int. Там придется делать некоторые преобразования. Мы это будем опускать. Вот, пока что это сложная для нас вещь. Ну, и дополнительно, конечно же, если мы говорим про такой код, то не нужно забывать и про наследование. Да, то есть, для наследования нам нужна будет еще одна, по факту, тот же самый аналог таблицы символов, только уже для наследования. То есть, нам нужно будет простраивать иерархию наследования типов. Так, это что касается визиторов. И последний визитор, который нам понадобится, это визитор, который будет входить внутри каждой функции и определять сдвиг относительно начала. То есть, нам нужно будет для каждой переменной понять, какой сдвиг ее относительно фреймпоинтера. Да, чтобы мы к ней могли обращаться. Уже в машинном коде. Вот, и когда мы это все сделаем, мы с вами можем уже как раз приходить к, так сказать, иер-представлению. Я нажимаю на эскейп, оно не эскейпится. Эскейп. Вот, поэтому мы с вами начинаем новую тему. Как раз, я думаю, сегодня на семинарах мы будем смотреть трансляции в промежуточное представление. Сразу скажу, что на семинарах мы с вами будем смотреть представление именно в LVM-AR. Он более высокоуровневый, чем текущий AR, который мы будем рассматривать на лекции. Вот, я как раз говорю, что у нас будет более низкоуровневое представление, просто по той причине, что нам нужно будет считать апсеты относительно фреймпоинтеров. Давайте определим некоторые особенности. Где мы сейчас находимся, мы наконец-таки заползли до вот этой части, когда мы выходим из фронтенда и начинаем работать как раз с вами в промежуточное представление. Говорить с вами про промежуточное представление. Так, что у нас с вами есть к этому моменту? Значит, у нас с вами есть таблицы символов, у нас с вами есть проверка типов, и у нас с вами есть примитивные фреймы. Что это означает? Это означает, что у нас для любого, для любой функции, которые мы вызываем, мы знаем, какие аргументы, каким образом эти аргументы кладутся на стэк, то есть какие у них сдвиги относительно стартовых элементов, и наша цель будет как раз преобразовать каждый фрейм в правильный код, который мы с вами можем проинтерпретировать. Вот. И как раз нам помогут сейчас некоторые вещи, значит, создать как раз для составления промежуточного представления. То есть цель будет построить дерево промежуточного представления, а во-вторых, это понять, как работает механизм создания фреймов. Да, то есть сейчас нам прямо фреймы не нужны, потому что у нас высокоуровневая вещь. Когда мы будем уже спускаться в более низкоуровневую вещь, мы про это поговорим. Итак, значит, давайте еще раз вспомним картинку, зачем нам нужно промежуточное представление. У нас с вами есть фронтенд, мы можем написать произвольный фронтенд на разных языках программирования, и нам нужно проводить стадию оптимизации. И как раз стадия оптимизации проводится поверх промежуточного представления нашего кода. А после этого мы с вами идем и все компилируем в определенный тип бэкэнда. То есть это у нас может быть либо бэкэнд по какую-то архитектуру, либо у нас может быть какой-нибудь там, образно говоря, какой-то экзотический бэкэнд для real-time operating system, например. Значит, напомню еще раз, как выглядит код фиар. Это вот все напоминание в первой лекции. Значит, в чем его отличие? Давайте поймем. Справа, конечно. У нас здесь появляются индексы Т1, Т2, Т3, Т4. А? Ну, здесь. Да-да-да. Да-да-да, три операции. То есть у нас с вами по факту есть здесь виртуальные регистры. Мы можем прочитать значение из виртуального регистра, записать значение в определенный виртуальный регистр. То есть справа Т1, это виртуальный регистр. И здесь как раз у нас static single assignment form. То есть у нас каждый раз, когда мы что-то делаем, мы строим новый виртуальный регистр. Ну, кроме команды Store, которая записывает именно значение по регистру, по определенному указателю. Да, вот. И здесь мы как раз видим, что мы, если мы вызываем какой-то функционал, то зачастую мы вызываем его поверх указателя на наш объект. Вот. Поэтому нам нужно с вами как раз научиться приводить, возможно, не к такому типу, но хотя бы к похожему типу. Да, и как раз видите, здесь у нас есть E32. Здесь у нас как бы не запариваемся по поводу того, какие у нас ассемблерные инструкции, да, загенерируются. А нам бы хотелось сделать что-то более низкоуровневое. То есть у нас Т1 должен быть аллокирован, там, это указатель относительно фреймпоинтера. То есть получается Т1 это фреймпоинтер, Т2 это фреймпоинтер плюс 4, плюс 4 байта. Т3 это фреймпоинтер плюс 8, Т4 это фреймпоинтер плюс 12. То есть у нас переменные будут располагаться с вами на стеке. Так, ну хорошо, давайте тогда посмотрим, собственно, какие есть необходимые свойства у LVM SkyR. Как раз первое свойство LVM SkyR заключается в том, что мы будем с вами использовать static single assignment. Это один виртуальный регистр может быть присвоен единожды. Мы можем изменять значение нашего виртуального регистра только при помощи операции store. Дальше, значит, у нас есть фи-инструкции. Это важное свойство, по которому мы поговорим чуть позже. А третье, у нас есть толчистные типы, причем они могут быть произвольны. То есть дальше нам на уровне бэкэнда нужно будет решать, каким образом эти натуральные числа преобразуют. То есть, в принципе, когда вы пишете LVM SkyR, вам может быть сказано, ну, сделайте переменную и 17. Да, ну, наверное, мы с вами понимаем, что это, скорее всего, будет там 2 и тай бол какой-нибудь. Какой 2 и тай? Один шорт получает, один байт, один бол. Да, в VR такое можно написать. Льва его сказал, правда, такими никто не пользуется. Но для була используют и один. Да, его надо кастовать по тонке 80 для разных операций. Вот. Дальше у нас используется только указателем. То есть у нас с вами ALOG I64 или I64 звездочка. И есть поддержка структур данных. И есть поддержка векторов. Она является рекурсивной. Так, давайте рассмотрим пример FI инструкции. Значит, A, FI. Значит, здесь есть определенный код. Вот, смотрите, интересный код заключается в чем. У нас с вами есть функция M, которая принимает на вход 2 була, и второй булл L. Он заключается в том, что это Y. И смотрите, внимание, на оперант. Здесь оперант две палки. Если было бы оперант одна палка, код был бы намного проще. В чем особенность операртора две палки, двойной его пайпа? Да, это означает, что у нас переменная ARC будет вычитываться только тогда, когда переменная Y равна нулю. Да, партнер может заменить операнты двух палок на лямбуты. А дальше, когда мы срочите плоды, лямбуты не учителяя их как функции, а не как значение. Выбрать нужную, что будет в том, что будет в том, что будет в том, что будет в том. Если есть параллельное ядро, то можно. Это так делают, кстати. Более того, так на видеокарте работает. Ну, потому что ему в угне вперед просчитать что-то, для того, чтобы потом подставить значение и подставить все по маске. Ну, всегда зависит от всяких таких вещей. Вот, и как раз здесь есть у нас пример этого кода в ИАРИ. Значит, дальше, например, здесь Мангл инструкция, то есть define void, и дальше z1 mbb. Что это означает? Это означает, что у нас дальше идет функция. В ней один элемент, эта функция имеет название длины 1, название у нее n, дальше у нас два аргумента. Значит, bbb, это по факту определение двух булов. Дальше у нас и один, и один, вы видите, с вами y. Дальше, значит, мы что делаем? Мы с вами по факту сохраняем эти переменные во внутрь нашей функции. вот эти вот две строки. Ну да, вот, давайте увеличу этот код. Значит, дальше мы аллоцируем переменную l, aloka. Дальше мы конвертируем нашу i1 в i8, и храним это все в переменную. store и frombool extra. Дальше мы создаем еще одну переменную frombool, zx, i1, y2, e8. Это, если что, lvm-овский код. Дальше храним значение наше, при этом указан выравниваем. Дальше мы зачитаем значение этого всего дела. Почему-то обратно мы это все конвертируем в вул. Опять снова в i1. А? Да, да, да. Не, по идее, тут можно было бы сразу... ... Не, у нас просто уже есть я один. Зачем, спрашивается. Да, frontend может генерить любую дичь, согласен. Да, да, да. Согласен. Да, и вот смотрите, к чему мы приходим. У нас здесь переменная tobool есть, и дальше у нас есть br. Значит, br это либо jump, либо condition. Jump в зависимости от числа переменных. Вот, и мы говорим tobool. Значит, смотрите, если tobool у нас true, то есть получается, tobool это у нас кто? И 0, это y. Если y у нас true, то мы прыгаем с вами в end сразу. Иначе мы прыгаем в правую часть. Давайте посмотрим, что будет, если мы не прыгаем в правую часть, тогда нам нужно загрузить значение переменной arc и получить значение. Да, это особенность и R. Да, он не умеет проходить сквозь метки. Зачем это сделано? Это сделано для того, чтобы вот эта вот штука, которая от метки до бранчика, называется basic блоком. Главная особенность basic блок состоит в том, что их можно ставить в любом порядке. Зачем это нужно? Объясняю. У вас дальше, значит, можно эти блоки будут объединить в трейсы, и дальше задать линейный порядок. То есть, допустим, нам окажется, что большая часть инструкции, которая у нас есть, оптимизатором-компилятором, понимает, что ему надо зайти в правую часть в большей части случаев, чем не зайти в правую часть. Да, да, да. И поэтому мы как раз их соединим в одну инструкцию. Вот. Значит, дальше у нас есть прыжок и лейбл. И вот тут начинается веселая часть. У нас появляется фи-инструкция, которая говорит следующее, что если мы прыгнули из вот такой метки, то поставь такое значение, а если мы прыгнули из другой метки, то поставь другое значение. То есть мы говорим, что если мы прыгнули с вами из изначальной метки, то означает выражение у нас true. Действительно. Когда мы прыгнули в end, тогда, когда у нас тубу равняется единице. То есть, когда наше значение равняется единице. Значит, у нас здесь уже результат true. вот а если мы говорим про другую метку да вот здесь то мы прыгнули отсюда соответственно нужно посмотреть какое значение было вот в этой метке который мы кстати определили только внутри правой на это виртуальный регистр да технически нет но большую часть сюда тип а дальше список нет список условий war рхс до дальше касту и мы возвращаем будет кстати а зачем ну сразу можно понять что компилятор что это все было скопилировано с опцией минусу 0 ну вот то есть он как бы нервно сложный код ну да в общем вот такой вот код собственно практиковать моего бум на семинарах на лекциях мы немного пойдем по другой части так значит значит смотрите нам нужно будет сейчас как ни странно взять дерево абстрактное синтаксическое дерево с его структурой и переложить его в другое синтаксическое дерево но синтаксическое дерево здесь уже будет не выглядеть не как список да ну его можно представить виде дерева при желании списка деревьев ну да чисто формально не образуют но в принципе мы их может тоже анализировать как ведь как ведь дерево а А мы на выходе снили много дерева в том, что мы говорим, что каждый степень выполняется ровно один шаг, и мы говорим, что давай, сколько деревьев перебенутся по дереву. Мы сейчас говорим, что они называются деревом. А для одного выхода будет дерево, у которого будет одна кривая вершина, и все дети полные меры. Нет, у нас может... Все дерево, которые сделают циклы, они как-то бослее ровно. В ветке. Не, мы сходом... Кажется, а деревом вы деревьев, мы у него нет, но в полученном по-моему рыбу. Потому что у бренча, они все-таки... Ну да, они будут завязаны под другие переменные, да. То есть нам нужно будет правильно имитить наш выход, получать результат. Ну да, тут уже реализации много, да, я все-таки... Буду говорить, просто более такую теоретическую основу. Значит, смотрите. И сразу скажу, что в ER-дереве, значит, мы можем сказать, что у нас есть а-ляв ER-дереве, в кавычках, значит, у нас будут некоторые типа. Первое – это expression, это те штуки, которые будут считать. Значит, дальше у нас будут statement, это, собственно, операторы присваивания, там, вызовы, вызовы самих expression, которые не влияют на результат, там, print-инструкция, кстати. Кстати, сразу скажу следующий момент, что print-инструкция, это на самом деле не совсем, не совсем statement, это больше expression, да, ну вот, не, мы пока будем считать все-таки это отдельный statement, а значит, дальше нам нужен будет expression list, зачем нам нужно будет, какое-то время expression list, в какой-то смысле, и мы на список из expression хранить. Да, 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 когда мы вызываем функцию, у нас может быть несколько аргументов, как раз в данном случае нам нужен будет expression list. Statement list basic утверждений, и, значит, тут еще можно добавить, как раз коллеги добавили, что мы можем говорить про такой пониз, как basic block, который будет состоять из statement листов, и при этом в начале у него будет инструкция вида метки, и в конце будет инструкция в виде job. Это, кстати, тоже будет statement. Значит, смотрите, здесь вот такой вот список выражений предлагается, expression, давайте обозначим их, значит, тут надо тоже быть в какой-то степени аккуратным, потому что все зависит от дерева и яра, значит, мы с вами можем объявить, да, тут именно синтаксис такой, мы можем с вами объявить константу, это по факту аналог нашего number expression, дальше у нас может быть метка, это как раз через которой мы будем с вами прыгать, после этого у нас может быть временная переменная, темпт, после этого у нас может быть с вами бинарная операция, ну, вообще, знаете, сразу скажу, что вы можете взять с любой собственной и армию писать, главное его сигнатуру определить. Вот, а дальше здесь, вот в том яре, в котором я основываюсь, есть такая вещь, оператор мем, memory, значит, она позволяет вам по любому expression получить значение виртуального регистра, то есть если в левой части вы его используете, то вы получаете с указательной value, которую вы можете записать значение, в правой части это air value. не надо. Ну да, 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 так тоже можно, согласен, в принципе, PR это и сделает, да, то есть, да, смотрите, то есть у нас получается, что оператор мем по факту это либо оператор лот, да, в определенной части, как мы загружаем наш указатель, дальше по нему пишем значение. Дальше у нас должен быть call expression, это вызов функции s с аргументами лист, а и на самом деле здесь еще есть такая одна абстанкция в текущем дереве, это и ария, это некоторый аналог, который позволяет нам вычислить некоторый, так сказать, утверждение s, после чего вернуть значение результат выражения e, то есть это некоторый сайд эффект, который нам может понадобиться. Вот это оператор e-sack, expression sequential. Вот тут можно подумать, где это нужно, на самом деле это обычно нужно, когда вам нужно, допустим, взять какую-нибудь переменную, переменную скастовать и к определенному типу, потом получить результат. Это переменный. Да, это выглядит как оператор, запятая. Когда он все-таки нужен. Так, от списка выражений, значит, список утверждений. А здесь как раз есть тоже некоторые абстракции, которые есть. Значит, первый оператор – это у нас как раз присваивание значений в метку. А второй оператор – это оператор store. То есть, как бы мы получаем указатель на метку e1, вычисляем значение e2 и после этого перемещаем значение в указатель. То есть, это оператор store. Вот. Вот этот оператор – это оператор… Как он называется? Давайте промотаем. Вот это оператор… То есть, вот это у нас оператор lot. Lot. Вот это оператор store. Это псевд-яр, так сказать. А почему? Если у него есть реальные выражения, то есть, по одному выражению, то есть, что он не еще для него. Вообще, это, когда мы хотим быть, а не с месяца выглядели? А? Это, как мы иметь, а? Ну, это да. Да. Ну, да. И армор. Ну, в какой-то степени, да. Ну, в целом нужно сделать так. Значит, дальше смотрите. Здесь, конечно же, сразу почему скажу так, потому что это, когда… Это, кстати, из книги этой, создания мини-джава-компилятора. Вот там они предлагают такой язык ER. Понятно, что в современных реалиях мы понимаем, что его можно сильно упростить. Да, то есть, грубо говоря, если у нас есть conditional jump, то conditional jump мы делаем на определенные условия, а не на некоторые оператора. Но все равно тоже интересно посмотреть. Не только один пример ER, но и другой пример ER, для того, чтобы понять, как они соотносятся между собой. Значит, дальше у нас есть expression, который вычисляет выражение E и игнорирует результат. То есть, expression будет на вход принимать expression. Дальше у нас есть оператор jump, который делает прыжок в метку L. Это по факту, если мы говорим в классическом ER LV, то это оператор буры, без никаких операторов, без никаких аргументов. Следующая функция – это conditional jump. И вот смотрите, поскольку вот в этом ER непредусмотренную тип boolean, да, то нам приходится выкручиваться вот так. То есть, что у нас есть оператор, который принимает два выражения, и дальше мы вычисляем значение E1, вычисляем значение E2, сравниваем их по операции, если результат труб, прыгаем в ветку T, иначе прыгаем в ветку F. В ER мы бы сделали следующее. Мы бы вызвали какой-нибудь бинарный оператор сравнения, загрузили бы это в булевую метку, сделали бы прыжок в результат. Дальше у нас есть оператор sec. Кстати, про то, почему это может быть деревом. Да, просто мы можем sequential обвинить в список. И последний стоит вот это создание метки. Опять же, напомню, что это такой псевдоэфемерный ER, и это такая данная история, потому что LVM в то время еще, по-моему, давайте узнаем, в каком году LVM появился первый релиз. Давайте посмотрим. 2003-й. А? Чего? Ну да. А вот эта книжка на бланке в 2001 году, то есть она появилась еще до того, как появилась LVM. Вот поэтому удивительно, что есть какой-то другой я. И, кстати, к слову, к ответвлению, знаете, в некоторых компаниях, которые появились еще в бородатых 90-х годах, есть даже свои собственные стандарты из АКС C++. Чего? Да. Ну, своя настройка над компилятором, и свои библиотеки поверх компилятора. Вот. К примеру, есть такая компания, я не знаю, как она сейчас называется, по-моему, она сейчас в России называется А4. Это бывшая компания Эбби. Вот. Там в Эбби как раз свой собственный стандарт. Вот. Значит, еще, насколько я знаю, в Одинесе тоже в свое время был собственный стандарт, но потом они его прокачали, и они отстают на одну версию от стандарта, от классического сейчас. нормально и кстати в куде тоже свой собственный стандарт если смотрите тут еще один важный момент хочу сказать что грубо говоря в каких-то стандарт там могут быть разные языки промежуточных представлений то есть как бы улудить и свой есть яр вот этого языка со собственной арку львы мы тоже свой собственный яр да да ладно давайте посмотрим как раз пример этого я какие типы экспрессионов у нас могут быть у нас могут быть типа экспрессионов это экспрессионы это могут быть statement и это выражение в которых результат игнорируется и третье это условные выражения здесь явно выделяются условные выражения которые необходимы для прыжков по меткам то что мы делали кондишнл джамп вот и значит если действовать по классической реализации то необходимо было бы сделать оберт конвертеры между класс таким образом собственно сделать экспрессионы которые там говоря объект который нам берет что-то конвертирует в страшно что-то конвертирует statement и что-то конвертирует в конечно то есть которые при этом добавляют ветки true и false до сразу что этот код не скомпилирует потому что true и false вряд ли вы сможете передать прогументу функции есть только дикой другой язык вот значит смотрите как это делается а вот и смотрите вот у нас есть вот такой вот код значит если у нас а меньше b и c меньше д то мы прыгаем в трубло иначе мы прыгаем фонс блок собственно здесь это может конвертировать так нам нужно будет дополнительная метка z которая делает следующее у нас создается несколько наборов секвенсов мы сравниваем значит а и б прыгаем в метку z если значение true а если нет то мы прыгаем значение в метку false а дальше у нас получается если у нас есть секвенс то он появляется новая метка z и дальше делаем еще один джамп то есть вот так вот вот эта штука превращается в кондишнему то есть она нам сгенерировать несколько блоков подряд то есть вот это выражение она будет прыгать значит либо в блок который связан с true дайте как раз тут чем удобен зум рассказываю да то есть смотрите что так смотрите вот у нас получается объявляется метка значит первый первый секвеншал это у нас кондишнл джамп а он будет говорить что мы прыгаем с вами если условий выполнен там прыгаем ветку z ветку f дальше мы делаем следующее говорим окей значит если у вас метка z мы и объявляем здесь и говорим следующее окей а здесь мы ставим еще один сиджан а лт cd c меньше d получается ветка true и ветка false и при этом где-то вдалеке будет у нас ветка true собственно ветка true и ветка с фолсом которые метки эти тоже будут объявлять но это где-то будет потом то есть вот таким вот образом мы с вами можем конвертировать эту штуку в кондишнл джамп опять же если нам нужно будет вычислить значение выражений которая здесь есть нам нужен будет аналог и инструкций под по тому примеру который у нас рассматривали в прошлом так поятен этот пример то есть если мы получается сразу прыгаем фолстом и одновременно сразу прыгаем фолст иначе мы прыгаем в эти метки хорошо так мы убираем эту запись clear driving's и поехали дальше так значит для выражений для statement of здесь сделается следующее значит сижам а так это стоп у нас что было для выражений а это для statement of было для statement of допустим для expression если мы сделаем да тут expression верни себя а и дальше смотрите что мы можем сделать дополнительно если у нас это допустим не был какой-нибудь кондишнл да а именно мы получаем expression на вход конвертации в кондишнл то мы должны сгенерировать дополнительную инструкцию что у нас выражение не равно нулю то есть то значение в экспрессе некоторое у нас было она не равняется нулю если он не равняется нулю то мы прыгаем true иначе прыгаем ветку full так для стоит мы там давайте подумаем значит каким образом происходит конвертация можем ли мы стоит сконвертировать в экспрессе нет ну да 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 не раз этот statement дать тождественное преобразование of кондишнл это условное выражение которое типа принимают в кондишнл джамп факту statement вряд ли наверное да ну да именно так то есть да 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 нет я я скажу следующая вещь пока это такое псевдояр если мы говорю про это первая равняет будет еще одна из стадий называется ли не реализацией ну да не поэтому для этого типа яров его нужно еще причесывать чтобы он стал линейным вот на самом деле я честно скажу вот судя по опыту я могу сказать просто люди булл не хотели придумывать вот булл придумывать до второй тип перемены из-за этого возникают все проблемы ну да поэтому если у нас был тупает что большое количество экспрессионов можно просто там кондишнл нам нахер не нужен смотрим условное выражение сразу типа делаем кремит так значит это мы обсуждали значит для условных выражений значит если мы говорим про условные выражения тут нужно учитывать разные блоки и поэтому здесь если так по-хорошему говорить если поддерживать все эти операторы да то нужно будет конвертацию этих операторов вы кондишнл делать то есть допустим нам нужно с вами будет конвертировать это все в экспрессе условное выражение если мы не хотим булы тогда нам нужно будет вот этот кондишнл превратить следующую вещь то есть что нам нужно будет с вами значит объявить значит две метки r1 то есть вы смотрите что происходит мы указываем что r равняется единице а дальше делаем две ветки f делаем если мы делаем джамп ветку f то у нас r равняется нулю то есть давайте я тоже опять нарисую здесь что здесь происходит то есть смотрите здесь мы объявляем r присваиваем метку единички да тут тут астасей не пахнет значит дальше вы с вами делаем следующее вот это вот оператор nf это он создает нам две ветки а а дальше мы говорим следующее значит делаем ветку 0 здесь у нас будет ветка f ветка 0 вот и sd в ветку то вот и дополнительно мы получается разворачиваем кондишнл то есть получается у нас следующая вещь то как бы когда мы хотим условное выражение какое-то сконвертировать да то мы должны получить значение результата r которая будет пройдена через вот этот такт то есть когда мы будем его конвертировать у нас появятся две метки т.е.ф. на через которые мы их как раз и их сможем связать то есть она у нас получается сайт эффект вычисления наших выражений вот так такая сложная инструкция которая скорее всего не очень приятно выполнять вот ну и соответственно здесь можно обсуждать что можно сделать для других веток для and or не гейт собственно если это мы создаем промежуточную ветку для первых true во-вторых false значит для ора мы выполняем оператор ор как питоне он делается или двойная палка мы делаем все то же самое аналогичный оператор и и в операции не гейт мы меняем ветки местами ну то есть если у нас было грубо говоря одно больше чем второе до двух вот выполнение джамп ветки true и false то мы их меняем местами получаем джамп ветку false true кажется все логично так вот так это что касается джампов теперь давайте наконец-то придем к сути как это все дело конвертировать первая операция это чтение переменной вот она будет выглядеть вот таким образом мы для нашей переменной знаем двиг относительно фреймпоинтера поэтому если мы хотим взять значение какой-то переменной до получить загрузить значение код перемены то нам нужно сделать следующее нам нужно будет сделать бинарную операцию фреймпоинтер плюс ее сдвиг и взять ее в память это это у нас оператор love так будет выглядеть ну или вообще оператор store значит теперь вопрос как хранить массива тут есть несколько подходов давайте обсудим гениально и мне у нас массив хранится будет ну вот так два варианта на стейке куча еще один да можно засунуть их туда да ну в общем смотрите да на самом деле три варианта перечислили значит если брать паскаль лайк вариантов массивы это отдельные переменные которые можно забивать память значит если мы силой массивы возьмем то это массивы указатели по факт который занимает некоторую последовательность символов на стеке ну да 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 я и говорю что это отдельный тип именно а а жалостки пхп лайк когда ваш тогда уж пхп лайк да значит то есть смотрите мы можем сами создавать массивы в куче причем мы будем эмулировать кол внешней функции с набором параметров назовите пожалуйста функцию которая нам нужно будет вызвать для того чтобы аллоцировать участок памяти на кучу молок да да просто мы когда будем это все делает то есть когда конвертация ярм происходит вам нужно создать массивку просто убирать и пишите кол молок да и получаете указательно конечно можно да 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 но если посмотреть просто любой исполняемый файл который у нас генерал дел файл у него есть утилита ldd просто посмотреть какие динамические библиотеки там подключаются и там управляющим большинство просто липси подключил ну да единственное где это вы можете увидеть что у вас что-то не используют липси это надо зайти взять докер образ без и бокс и в нем чем попробовать запустить вот тогда ну да вот часть часть механизма ли применит липси до тогда перейдем к структурам начните подобном языке поля структуру могут иметь произвольное количество параметров поэтому мира вера львем на самом деле существует понятие выравнивания то есть позволяет указывать для каждого времена как они выравнивают вот и собственно если мы говорим про наш механизм мем да то мы можем дополнительно передать параметр типа какое именно выравнивание мы хотим использовать для наших переменных дальше веселая вещь собственно как обратиться к элементам массива на самом деле очень просто взять указатель на начало массива это оператор лод сделать звег на него на определенное количество слов если мы работаем с вами в байтов сети до либо сделать двиг на определенное количество элементов а я роли бэм я господи как называется там панкет элемент in bounce ptr или как-то так там специальная функция есть где-то элемент петры в яре я там мы посмотрим это на семинарах кстати а это касается элементов массива вопрос я знаю питон и по ну на самом деле смотрите значит да на самом деле если мы посмотрим на все функции того как выглядит функцию и а роли бэм то мы внезапно обнаружил что они выглядят все как в питоне потому что у них как раз первым аргументом будет передаваться указатель на цивилиз да ну вот ну это мы совсем уже вниз к вниз к вручину спускаемся вы все-таки пока на яре находимся вот значит на самом деле обращение к полям класса ничем не отличаются от обращение к элементам массива просто нужно понимать какой элемент относительно зиса находится для этого поля да да вот поэтому арифметика ну мне кажется здесь все просто для арифметики бинарная операция вот значит если нужно делать условные выражения то мы можем сделать следующее собственно мы объединяем их в необходимом порядке то есть ту кондицию true false дальше то у которого условия у нас идет дзен стейтмента мы находим после метки true после этого мы сделаем джамп метку автор после этого мы пишем лейбл холдс указываем метку солнцом после этого делаем метку в автор и после этого получаем автор ну дальше строковые типа у нас создается именованная метка можем создать вот и все операции можем производить в рантами аналогичную массивом имеющимся вот тем более кстати питания строка это итерация по строке это то же самое что итерации по массиву из чаров вот собственно массивы и структур мы можем тоже вызывать нам нужно будет делать аллог молок охраняем а кстати важный момент нужно когда вы выделяете массив вы создаете массив размером на один больше чем количество элементов да согласен здесь просто проект не все говорится да да но 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 и ну так хорошо да а вот это допустим то как можно хранить значение то есть это инициализация структура то есть мы сделаем молока дальше записываем значение элемента наших массивов то есть я один первыми записываемся двигом второе с двигом на одно слово и так далее и после этого мы получаем нашу структуру то есть мы получаем наш указатель то есть это прямо то как можно прям массив сразу с унициализации получить то есть вы пишете int x квадратные скобки равно там вот это вот и сразу то что вы за него записываете так что касается масса дай массива структур цикла кстати переписывается вот так то есть с вайлом у нас получается если не выполнена кондишн то мы идем в дан выполняем базе и голубу в дамп начальную метку пор обычно переписывается в вайл да да значит если мы с вами хотим а поле конверсенс для функций и для методов класса то мы вызываем пол от имени наши функции для методов мы вызываем пол от полного этого полного классификатора наши метки класса и передаем аргументы первому аргументу передаем указатель на звезд это коллег конверсенс для меток так так объявление переменных кстати здесь можно опустить либо мы явный колодцы если мы говорим про ирар и ара левым то мы делаем аллока вот так это так я думаю что на этом мы остановимся потому что здесь как раз уже идет колин конвеншенс который вот нам факт для практики сейчас не нужен и на семинаре мы тогда посмотрим примеры конвертации в ир и львы вот так просто дальше последняя часть слайда про ир и львы если допустим надо будет мы просто вспомним как это делается еще раз так наверное на сегодня из основных моментов все значит что мы с вами сделали давайте просуммируем мы с вами собственно разобрали некоторые подводные камни с примерами сты таблицы символов поняли что нам нужно для того чтобы начать готовиться к и ару и дальнейшем мы как раз разобрали каким образом можно все делать конвертировать в яр значит следующий раз мы с вами посмотрим как эти некоторые инструкции можно оптимизировать то есть посмотрим как любой и ар можно в принципе приводить к линейному виду ну и дополнительно начнем говорить про оптимизацию то сделаем классификации оптимизации